Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Заходи, Юля, садись Час назад в милицию позвонил неизвестный И сообщил, что в коттеджном поселке Дрозды В припаркованной машине сидит труп без головы Наряд милиции оперативно выехал на место Машину нашли Но трупа в ней уже не было Номера на машине фальшивые ГИБДД вообще таких номеров не выдавало И жители окрестных домов утверждают, что эту машину никогда не видели В общем, нас решили привлечь к этому случаю Запись телефонного звонка уже должны были прислать в нашу лабораторию Ребята в курсе Приезжайте скорее Во поселке Дрозды на улице Солнечный стоит автомобиль В нем убитый Человек без головы Хорошие духи Спасибо Это что значит? Запись была сделана из разных слов кусочков И смонтирована Причем по уровню шумов Оригинал был записан в студийных условиях Например, какая-нибудь аудиокнига А откуда был сделан звонок? Удалось установить? Конечно Звонок был сделан в том же поселке Дрозды Из телефона автомата Рядом с автобусной стройкой Номера двигателя и кузова спилены Будем разбираться Капитан! Закрывай капот Номера фаншивые мы проверили ГИБДД такие не выдавали А пальчики-то здесь повсюду По разной степени свежести Так что ты говоришь Местные аборигены Никто ничего не видел Никто ничего не слышал? Никак нет Тут через поселок проходит оживленная трасса Каждый день тысяча машин проезжает А эта неделя могла простоять А кровь-то здесь все-таки похуже была А ее замыть пытались Замыли бы не до конца Да, Костя Что говорит телефон-автомат? Таня, ты здесь? Я здесь, Гарья Николаевна Ну что у тебя? У меня уже все готово Это и есть наш ссадник без головы? Совсем не обязательно Но лошадь, в смысле машина Принадлежит ему Автомобиль зарегистрирован на Пепеляева Павла 60-го года рождения Проживающего в Москве Ага, машина куплена в кредит Здесь должны быть документы, где указано должность и место работы Ага, клиника мультимед, детский врач-педиатр Танечка, всю информацию по этому Пепеляеву Отправь на мой компьютер Интересно, что этот детский врач Делал в поселке Дрозды Ну что, похоже, ему действительно отрезали голову Кому? Ну тому, чья кровь на водительском сидении Это ты по анализу крови узнал, что ли? Да Думаешь, Константин Львович Лисицын темный, да? Что Лисицын ничего не понимает? Да то, что по составу крови не определяют способ убийства Это я знаю, знаю Сам взгляни Вот видишь, в крови частицы, неокрашенные в красный свет Ну, вижу, и что? Ну, вот это все свидетельствует, что ему голову отделили механически И как же эти фрагменты могут свидетельствовать? Это вообще вот это вот что? Спиной мозг Галина Николаевна, этого Пепеляева двое суток уже как никто не видел На работе, говорят, пропал, к телефону не подходит Да Я сейчас у него дома, следов борьбы нет, крови тоже Возьму образец ДНК на анализ На старт, внимание, начали! Есть! А что, нашел преступника? Пока нет Но! Зато мне удалось установить следующее Все отпечатки пальцев в машине, кровь и фрагменты костного мозга Принадлежат одному человеку, Пепеляеву Паландреевичу Детскому врачу клиники Мультимед Это и есть тот самый всадник без головы? Сто процентов И голову он потерял не меньше тридцати часов назад Молодец Итак, что мы имеем? Пустая машина Пепеляева со следами крови Исчезновение ее хозяина И смонтированная запись звонка неизвестного Галина Николаевна, для возбуждения уголовного дела хватит В крови найдены фрагменты спинного мозга ДНК совпадает Я вообще сомневаюсь, чтобы он разгуливал по улице без спинного мозга Ну, допустим, Пепеляев мертв А мотив какой? Ну, кому мог помешать педиатр? Денег у него нет Живет он в квартире, которую достал сам от родственника Ну, я сомневаюсь, чтобы было дело в деньгах Тем более, здесь дело либо в работе, либо в шех шалифа Кстати, что у него там с женщиной? Да тут как раз непонятно Вроде бы в разводе 10 лет Детей нет С бывшей женой не общается А что касается работы Соколова как раз сейчас в эту клинику поехала Соколова Да, слушаю Да, а что у тебя? Я взяла в клинике список пациентов Пепеляева за последние три года И вот что Никто из них никогда не жил в поселке Дрозды Ну, есть одно пересечение, и то очень хиленькое Вот Один из жителей поселка, некто Игнат Шеляков Работает начальником службы безопасности в компании «Наследие» Владеет и управляет этой компанией Борис Борятинский Сын Борятинского, Данила, наблюдается у Пепеляева И еще, что важно, автомобиль Пепеляева был припаркован недалеко от дома Этого самого Игната Шелякова Значит, вы утверждаете, господин Шеляков, что незнакомый с Павлом Пепеляевым 60-го года рождения Я уже вам два раза сказал Вы что, не понимаете? Незнакомый никогда не был знаком Если для вас это интересно Ну, допустим А название «мультимед» вам о чем-нибудь говорит? Мультимед? Да А, больничка частная Там мой шеф лечится А что такое? Так вот, в этой больничке Как вы утверждаете, помимо вашего шефа Бориса Петровича Борятинского Еще наблюдались его жена Мария Дмитриевна И малолетний сын Данил Борисович Так вот, этот сын наблюдался у доктора Павла Пепеляева Не вспомнили? Я же вам сказал Я не знаю никакого Пепеляева Женой ребенка Бориса Петровича занимается не моя служба Для этого закреплен специальный человек Я же занимаюсь исключительно Безопасностью только шефа, офиса и дома Можете проверить Да мы проверим, проверим Обязательно, вы не волнуйтесь Вы позволите, я ваш дом осмотрю Участок и гараж Посмотрите, пожалуйста Я быстро Я вам все покажу Только вы мне, пожалуйста, покажите ордер на обыск А я вернусь Я буду ждать Шеляков в начале 90-х проходил по очень громкому делу о преступной группировке Но судом вина его не была доказана Кстати Борятинский тоже проходил по этому делу Но как свидетель Хотя у суда были подозрения, что он замешан в этом деле Даже так и что? Ну а сейчас Борятинский возглавляет большую строительную компанию И благотворительный фонд, который занимается восстановлением подмосковной усадеб Земля И посмотри, пожалуйста, куда этот Шеляков после моего визита направился А то он догнал Я думала, пожар где-то случился Сразу после твоего ухода Шеляков поехал в поселок Весна Там живет его шеф Борятинский Так вот Судя по сигналу телефона, он сейчас там Правда, были скандалы в плане продажи заповедной земли Но до суда это дело не дошло А сейчас Борятинский член российского дворянского общества Он гордится своими княжескими корнями Он еще и князь? Мало того, Галина Николаевна Он сейчас баллотируется на пост предводителя дворянства Борис Петрович, как давно ваш сын наблюдается у доктора Пепеляева? Да, практически с рождения Данила вообще рос относительно здоровым мальчиком Помощь врачей, как таковая, не требовалась Но вот В последние полгода Весною у Данилы обнаружили синдром Минскера Это редкое заболевание почек В России вообще редчайшее Во время приступа Если не оказать помощь, больной может умереть С тех пор Маша и Данил, к сожалению Частые гости в клинике А Маша, это ваша жена? Да Пепеляев очень хороший доктор, от Бога Но лучше всего вам действительно с Машей поговорить Она с ним больше общалась Маша сейчас дома Да, хорошо, если понадобится, мы ее обязательно вызовем Тут такое дело Нельзя ли провести беседу у нас дома? Разумеется, транспорт для ваших сотрудников я обеспечу Отвезут, привезут, покормят Да нет, спасибо, у нас есть свой транспорт А в чем причина? Ваша жена не может передвигаться? Нет-нет, отнюдь С Машей все в порядке, спасибо Тут другое Я запретил Маше и Даниле покидать дом Вот как? И в чем же причина? Понимаете Я боюсь, что им грозит опасность Я не параноик, но мне кажется, в последнее время за моей семьей следят Пожалуйста, поподробнее Да в том-то и дело, что нечего рассказывать Я свою службу безопасности на уши поставил Они тоже ничего не нашли Но я чувствую, понимаете? Чувствую Данила мой единственный сын И если с ним что-то произойдет, я не переживу Да вы успокойтесь Расскажите, как организована охрана вашей жены и вашего сына? Дома И когда мы вместе куда-то едем Охрану обеспечивает моя служба безопасности А Машу в магазин и Данила в школу возит специальный человек Андрей Кожевников Этот один стоит половины моей службы безопасности Как пропал? Как он мог пропасть? А как же теперь мы? Как Даня? Нет, ну может быть врач Найдется Найдите его Я вас умоляю Он несколько раз Даняка уже с того света вытаскивал Мы без него пропадем, понимаете? Господи Что здесь не будет? А это, я так понимаю, Андрей Кожевников? Да Пойду с ним поговорю А безопасностью дома занимается начальник охраны Шеликов Так точно Я только на выезде Магазины, школы, туда-сюда А здесь мне делать практически нечего Вот сегодня вызвали Вдруг вы захотите со мной поговорить? А вы не замечали в последнее время слежку за Борятинской? Слежку? Это вам шеф сказал? Как выяснилось, в клинике Мультимед буквально два месяца назад После очередного приступа Данилу и сына Борятинского полностью обследовали В одной из лабораторий США Даже сделали запрос, дорогостоящий и сложнейший, на экспертизу его ДНК Так, и что? А результатов экспертизы нигде нет Ни в регистратуре, ни в кабинете, ни дома у Пепеляева Все обыскали Значит так, надо попросить руководство клиники сделать второй запрос в Америке Где была сделана экспертиза? В бостонской лаборатории Значит, надо связаться с Бостоном Пусть пришлют результаты экспертизы еще раз Костя, привет! Чайку нальешь? Да, Галина Николаевна Ну, как там в княжеском имении, хорошо? Да какое имение? Обычный дом Ой, не нравится мне все это, ой, не нравится А что именно? Да все Это слежка, которую никто не видел Исчезновение врача, таинственный звонок в милицию Соколова рассказывает, что этот Шеляков нервный Он даже не разрешил в доме обыск сделать Вот нам бы ордер, мы бы его прижали Ну, ордер с такими фактами нам, конечно, никто не даст Ты знаешь, я тоже думаю, что все крутится вокруг этого Борятинского и его семьи Только вот что крутится? Что-то там произошло? Или только должно произойти? Во-во! Мутно здесь как-то все У нас даже трупа нет Ромашин в морге сидит без работы Костя, чайку нали, пожалуйста, очень нужно Галина Николаевна, только что включился мобильный телефон убитого Пепеляева Так вот, судя по локализации, это рядом с поселком Дразды И с тем местом, где мы нашли машину его Ты сколько сюда сахара кладешь? Семь кусочков ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Срочно вызывай машину и отправляй тело к нам в ФС То, что вы ищете, находится на улице Солнечный, дом 13 Че это дом? 13? Дом Шеликова, Скалова там уже была Значит, еще надо раз съездить Ордер дадут, никуда не денутся И пошли кого-нибудь посмышленнее на гражданской машине, понял? Глаз с него не спускать Ага Я сам поеду Да Так, прошу Ну что, чем порадуете? Тело принадлежит Пепеляеву ДНК совпало Смерть наступила примерно двое суток назад Примерно тогда же ему отрезали голову Это все? Нет Вот обратите внимание на кистях и на ногах Характерные гематомы Возможно, перед смертью его долго держали связанным Возможно, даже пытали Об этом косвенно говорит повышенный уровень адреналина в крови А следы пыток? Нет, ни синяков, ничего нет Но у нас и головы нет Может быть, на голове что-то бы осталось То, что вы ищете, находится в гараже По адресу поселок Дрозды, улица Солнечная, дом 13 Так, смс-ку отправили два часа назад И два часа назад включили аппарат Да, и что нам это дает? По крайней мере, мы точно знаем, что это отправил на Пепеляев Ага, да Вот, Галина Николаевна, я распечатала все, что вы просили Запрос на получение ордера на область в квартире Шелякова И запрос на получение разрешения прослушивания телефонных звонков Все, отлично Я тогда поехала в суд Если что, звони Удачи Алло Докладывает капитан Быкановца, поселка Дрозды Только что к дому Шелякова подъехало такси Госномер Елена 023, Елена Ольга Регион 99 Из него вышли двое неизвестных Тей тайм? Мне нравится мне это все Эксклюзми Да не это, ну Думаешь, мне нравится? Убийство от доктора, это только начало А здесь готовится что-то масштабное Вот только знать бы что Нет, а что мы чаи распеваем, а? Что мы сидим? Надо ехать в эти Дрозды Позвоню Рогозиной, пусть ордер на область пришлет туда А то мне этот Шеляков, вот этой бандитской ухмылочкой Мне по ночам скоро снится будет Группу захвата возьми Возьму Тей тайм За Дрозды Такси сдержали Правда водитель ничего интересного не может сказать о своих пассажиров Ну как обычно Голосовали на улице Сказали адрес Хорошо заплатили По дороге говорили про какую-то выгодную работу Но он особо не прислушивался Документы у него в порядке А телефон записали Только что из ворот дома Шелякова выехал микроавтобус без номеров Ну, похоже на микроавтобус с тонированными стеклами Шеляков закрыл за машиной ворот и остался в доме Что мне делать? Да, Галина Николаевна, у меня уже давно было все готово Нужна была только санкция Все, все, вижу теперь все телефоны Благодарю вас Таня Рогозин дали санкцию на прослушку Галина Николаевна, что там с санкцией на обыск? Уже везут? Хорошо, будем ждать Ну, конечно, будем Как будто у нас есть другие варианты Ребята, ждем машину обратно Галина Николаевна, только что звонили из домашнего телефона Борятинского У Данила опять приступ синдрома Минскера Борятинский заказал машину реанимации Алло Говорит капитан Быканов Из поселка Дрозды Тут такое дело Я объект потерял Да невозможно, машина ушла лесом Невозможно было дальше за ней незаметно следовать Алло, вы где? Подъезжаете к дому Борятинского? Тогда поднажмите Похоже, главное сейчас будет происходить именно там Вас понял, отбой Отбой, говорю Ты быстрее их отможешь Быстрее Ну, наконец-то Ребята, выходим Спасибо Спасибо НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Я же тебе говорила, что я вернусь Лучше, ты мне сам все рассказал. Пять минут назад его и Машку обезла скорая. Да, я видел машину. Я очень волнуюсь. Раньше Даником занимался Пепеляев. В любое время суток он мог приехать в клинику и сам все контролировал. Как сейчас будет, непонятно. А Хожевников с ними поехал? У него сегодня выходной. Я ему позвонил, он едет прямо в клинику. Галина Николаевна. У нас похищение. Похитили жену Барятинского и его сына Данилов. Да, фальшивая скорая помощь. Надо объявлять план перехват. Да, ищем микроавтобус с символикой скорой помощи. Галина Николаевна, нашли мы скорую. У нас в морге места еще есть? Я дома был, когда Борис Петрович позвонил. Сразу в клинику поехал. Уже там узнал. Да, а звонок на ваш домашний телефон был действительно зафиксирован. Но меня интересует другое. Почему именно этот день у вас оказался выходным? Кто об этом знал? Да, я уже рассказывал. У меня вся последняя неделя, выходные, Мария Дмитриевна уже несколько дней никуда не выезжала. Кто знал? Ну, шеф знал. А еще Ширяков. Вы у него спросите. Он подтвердит. Угу. Спрошу. Да как вы не поймете, Галина Николаевна. Даня, это единственное, что у меня есть. Деньги, яхты, бабы, все пустое. Он единственный мой наследник. Я ради него живу, поймите. Я все сделаю, чтобы его вернуть. Что там? Дайте. Данила, у нас завтра в 20.00 выйдешь на шоссе Москва-Белгород. Тебя позвонят. По команде выбросишь кейс с одним миллионом долларов в окно машины. А мне нужно ехать. Деньги не маленькие. Нужно успеть все устроить. Вы что, собираетесь заплатить выкуп? Разумеется, да. Мой сын острый приступ. Если в течение двух дней он не получит медицинскую квалифицированную помощь, он... В общем, мне нужно ехать. Не сходите с ума. Мы сейчас все организуем. Мы обеспечим охрану, наблюдение, дадим вам муляж. Да что вы говорите, а? Можно подумать, это может что-то изменить. Да мой сын умирает, а не ваш. У вас есть дети? Вот, полчаса назад была отправлена смс-ка из парка Сокольники о выкупе. Сим-карта не зарегистрирована. А после сеанса связи телефон сразу отключили. Я думаю так. Если Борис Ницкий заплатит этот выкуп, то ни жены, ни сына он больше не увидит никогда. Да дай бог, чтобы он вообще жив остался. Но этот человек даже ничего слышать не хочет. Ни о какой спецоперации. Борис Петрович, вы уверены, что вам не надо ставить маячок на... ...кейс? Достаточно того, что разрешил нависить на меня эти провода и поставить в машине передатчик. Ну, тогда мы будем рядом. Если что... Вот эта машина Борятинская, а вот тут Лисицын с Соколовой. Галина Николаевна, звонили из клиники Мучмед. Американская лаборатория отозвалась. Они выслали пакет с результатами анализов самолетом. Завтра утром пакет будет в Шереметьево. Что-то поздно они отозвались. В Бостоне сейчас только ранее утром. Да, завтра эти анализы нам могут уже не понадобиться. Знаешь что, Сереж, а ты позвони в Бостон. Пусть они пришлют результаты анализов прямо сейчас. По электронной почте. Я надеюсь, ты английский еще не забыл? Да все бы ничего, Галина Николаевна. Но только в лаборатории отключена международная связь за перерасход. Вот вы сами распределюсь. Ну позвони из моего кабинета. Хорошо. Окей. Гудо море, мистер Сандерс. Да, конечно. Почему? Потому что, почему? Лаборатория Нью-Лайф, Бостон. Меня зовут Марина. Чем могу помочь? Здравствуйте. Сергей Белозеров, федеральная экспертная служба. А сейчас все в Бостоне на русском языке разговаривают, да? У нас интеллектуальная система сортировки входящих вызовов. Все звонки с российскими кодами автоматически переводятся на русскоговорящего сотрудника. Чем могу вам помочь, Сергей? Дело в том, что мы направляли вам через ваших коллег из клиники Мультимед запрос по поводу повторного высылания нам кое-каких результатов анализов ДНК. Сейчас данные из Бостона придут. Сереж, Борятинскому, похоже, смс пришло. Похоже, этот князь решил послушно выбросить жучок. Ну и как, американцы? Сразу согласились? Да, милейшие люди. Кстати, синдром Минскера у Данилы носит наследственный характер. Поэтому, когда Борятинский узнал об этом, он настаивал на полной сравнительной экспертизе ДНК сына, себя и жены, чтобы узнать, чей ген был с дефектом. Какая собственная разница? Понимаете, Галина Николаевна, он повернутый на эту тему. Вообще, свою родословную досконально изучил до одиннадцатого колена. Да и жену себе брал из хорошей семьи. Знаете, какая фамилия у Маши была до замужества? Москвичева Ростоцка. Это Соколова. Да, Юля? Галина Николаевна, за машиной Борятинского пристроилась какая-то иномарка с тонированными стеклами и без номеров. Держится в метрах пяти. В трех? В трех. Поняла. Продолжаем наблюдение. Какая разница в пяти и в трех? Так, у Маши Борятинской склонности к синдрому Минскера нет. И у Борятинского тоже нет. Надо проверить ДНК у Борятинского и Данилы на предмет отцовства. Ну и что? Три-три. Вот тебе и три машины. Галина Николаевна, к нам тут еще одна машина присоединилась. Они теперь нашего князя вдвоем опекают. Но это уже с номерами. Диктую. К. К-177. Т.О. Т.О. Машина с такими номерами принадлежит Евгению Новикову. Трижды судим за мошенничество. Последняя автоподстава. Телефон у него есть? Есть. И сейчас включен. Машина движется со скоростью 95 км в час по той же трассе Москва-Белгород. Думаете, это он? Вряд ли. Масштаб не тот. Скорее всего, совпадение. Просто увидел дорогую машину и решил устроить подставу. Набери-ка его. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло, Новиков? Что, решили покататься перед сном? Кто говорит? Полковник милиции Рогозина. Нет, пока никаких. Но если через минуту вы со своим приятелем с трассы не уберетесь, то будут очень большие неприятности. Галина Николаевна, вот это новость. Борятинский не является, оказывается, биологическим отцом Данилы. Более того, посмотрите-ка, в ДНК Данилы присутствует информация, характерная для негроидной расы. Вот это да. Что? Ну, негроидная от слова негр. Сереж, я все поняла. Борятинский, узнав о результатах экспертизы, чуть не сошел с ума от ужаса. Вся его генеалогическая репутация, посиделки в дворянском собрании. Все летит к чертям, понимаешь, он опозорен. Точно. Даже развод здесь не поможет. Единственный шанс всех убить. Вот именно, что всех. Начиная с доктора Пепеляева. Борятинский самоорганизовал все эти убийства. И похищение жены, и ребенка. И, скорее всего, их уже нет в живых. А зачем весь этот цирк со звонками в милицию, эсэмэсками и прочими трудностями? Если бы не машина Пепеляева, мы вообще бы этим делом не занялись. А вот это, скорее всего, дело рук не самого Борятинского. Так кто-то пытался предотвратить преступление. Уж больно сложно. А так сложно действовать для того, чтобы не выдать себя раньше времени. Этот кто-то, возможно, из самого ближнего круга Борятинского. А может быть, даже и настоящий отец Данилы. И пытался спасти ребенка и его мать. Сереж, а у нас есть образец ДНК этого охранника Кожевникова? Так, кажется, Ромашин брал у него мазок перед допросом. Есть. Похоже, Кожевников действительно биологический отец Данилы. И вот это вот заболевание генетическое и африканские корни от него. Что же у нас получается? Получив результат генетического анализа от Пепеляева, Борятинский, естественно, решает узнать у жены, кто же является настоящим отцом ребенка. И кто сделал его урагоносцы. Не скажешь, не скажешь, не скажешь, тварь, а? Не скажешь, тварь, чей это ребенок? Мария Борятинская, возможно, ему ничего не сказала. А может, она вообще не в курсе, кто именно отец Данилы. Борятинский запер ее в доме и начал операцию по спасению собственной репутации. Он тертый калач и, возможно, до конца никому не доверял. Поэтому эту операцию он разделил на части. Это очень просто. Я все давно придумал. Твои люди на скорой увезут Машку и Данила в условленное место. И заберут свои бабки. После этого их задача исчезнуть года на три. Что сложного? Да вроде ничего. А Кожевников? Он же больной на голову. Роту положит, если почувствует опасность. Кожевников моя забота. Его не будет. А если бы он был, что из этого-то? Он у меня вот где. Я его посадить на всю жизнь могу. Да и тебя тоже. Очевидно, Борятинский собирался разыграть безутешного отца, убитого горем. Который заплатит выкуп, но родных не вернет. И сделал бы еще рекламу своему фонду и избирательной кампании в дворянском собрании. А с врачом Пепеляевым, скорее всего, должен был разобраться Кожевников. Но он не знал о причине заказа и перед убийством пытал доктора. Вот откуда у него на голове следы пыток. А когда Пепеляев раскололся, то Кожевников узнал все планы Борятинского. Убить всех свидетелей и его Кожевникова в том числе. Кожевников как мог пытался сорвать планы Борятинского. Поставил машину у Пепеляева под дом Шеликову. Позвонил в милицию. Это Кожевников подбросил нам труп Пепеляева. И это он, скорее всего, спасая Машу и своего сына, убил Шеликова, подсунул ему в гараж голову и перехватил на шоссе большиную скорую помощь. Но если дело обстоит так, то получается, что у Борятинского в кейсе нет денег. Ну, конечно. Скорее всего, чемодан пустой. Если только Кожевников не положил туда вместо денег кое-что другое. ТЕЛЕФОННЫЙ 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 Т Андрей Кожевников. Спасая от смерти Марию Борятинскую и своего сына Данилу, вы убили гораздо больше людей. Шеликов, Пепеляев, дво лжеврачей и скорой помощи. Послушайте, да на них клейма негде было ставить. У каждого по шесть судимостей. И что? Это дает право вам убивать их? Идем дальше. Вы украли один миллион долларов у вашего шефа Борятинского и взорвали его машину. Ведь это вы в последний момент подменили кейс. Послушайте, у вас от кабинетной работы фантазия разыгралась. Вы ничего не докажете. Ни-че-го. Маша уже наняла лучших адвокатов. И я выйду отсюда через несколько часов. Мы все докажем Кожевников. Все. И даже не только то, что я уже перечислил. У нас есть вещественные доказательства и свидетель, который их предоставил. Прошу. 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 Продолжение следует... Продолжение следует...